Ирина Крынина – жена 34-летнего российского военнослужащего из Красноярска Евгения Ковткова. Она приехала из России в Киев в сентябре 2023-го. Мужа Ирины мобилизовали в сентябре 2022-го года. Теперь он в плену в Украине. Женщина искала его самостоятельно. В России, оказывается, у нас все находят родственники. Нам приходится самим искать информацию о наших мужчинах. Крынина вместе с другими родственницами пленных российских военнослужащих разместила видеообращение в социальных сетях. Женщины просили обменять их родных на украинских военнопленных. Реакции от российских властей не последовало. Теперь Ирина возвращаться в Россию не собирается. Вместе с другими россиянками она создала общественное движение «Наш выход» для жен и матерей по поиску их родных. Цель этой организации – оказывать поддержку женам и матерям России. Если с их близким на войне что-то случилось, он перестал выходить на связь, они уже везде, куда можно обратились, но не получили никакой информации, они могут обратиться к нам. Мы будем помогать им. Основная цель – способствовать обмену. Любым способом, да, это основная цель. И мои коллеги по этой организации думают о своих... Ну, вот у одной из них здесь сидит муж военнопленный, и они думают о россиянках, у которых здесь сидят, ну, несколько тысяч человек. Я же думаю об украинцах, которые томятся в российских тюрьмах и следственных изоляторах в совершенно зверских условиях. В федерации жены и матери российских военных выходят на пикеты и акции с требованием вернуть их мужей и сыновей с войны против Украины. Впрочем, все чаще власти запрещают даже такие робкие проявления социального протеста. Конечно, могут попытаться их подкупить, но скорее они будут им пытаться угрожать. И мы знаем, что уже приходят угрозы там от ФСБ, от следователей, от полиции, что вы не бузите, иначе окажетесь в местах не столь отдаленных. Но это тоже тупиковая ситуация, потому что этим женщинам им нечего терять. У них отняли единственных кормильцев. Родственники российских мобилизованных и контрактников говорят, Министерство обороны России не предоставляет им информации о тех, кто пропал без вести. Единственный способ узнать, жив ли отец, муж или сын – искать информацию в Украине. Ирина Крынина рассказала, что за два месяца она получила более 100 запросов на поиск от россиян и отыскала 17 военнопленных, которые уже связались или свяжутся со своими родными в ближайшее время. Каждое обращение российских граждан передают в государственные учреждения в Украине для проведения поиска. В результате родные получают ответ, числится ли такой человек среди военнопленных или среди идентифицированных тел погибших.